Научимся делать персонажа из кода C++ Добавим скелет, skeletal mesh, анимации и камеру Погнали! Профессионалы доверяют киберкала и изучают интенсив Разработка игр на C++ в Unreal Engine 5 Это продвинутый набор материалов для тех, кто хочет создать свой проект с использованием C++ Или портировать блупринцы на C++ Будет полезно всем, кто хочет делать, например, многопользовательские игры или крупномасштабные проекты Переходи по первой ссылке в описании или сканируй этот QR-код Получишь все материалы к данному и проекты к последующим видео Покупая интенсив сейчас, разблокируешь все и сразу Что будем делать? Для начала посмотрим, как можно приделать камеру к персонажу с помощью Spring Arm И как это описать в коде так, чтобы камера и вот эта пружина создавалась автоматически Будут приватные переменные, которые будут хранить указатель на компонент Давайте разберемся, как можно это сделать Откроем Player Avatar Этот класс мы уже сделали в предыдущем видео Player Avatar уже наследуется от родительского класса Character Включая Capsule, Skeletal Mesh и Character Move Также есть Arrow Камера будет прикрепляться к Spring Arm Для этого необходимо каким-то образом эти компоненты объявить Будем определять две переменные Spring Arm Component и Camera Component Более того, нашей следующей целью будет объявление двух функций getter-of То есть функции, которые будут возвращать значения внутренних переменных У нас это будут Get Spring Arm Component и Get Camera Component Они будут располагаться в секции Public, чтобы можно было обращаться извне И, конечно же, для улучшения производительности будем использовать ForceInline макрос В C++ инлайн-функции исполняются и вставляются непосредственно в заголовки Однако, инлайн-функции могут содержать только маленькое количество кода без сложных управлений состоянием Настало время включить Spring Arm Component и Camera Component в заголовок для того, чтобы избежать ошибок компиляции Заголовки включаются перед последним объявлением PlayerAvatar.Generated.h Обратите внимание, это особенность Unreal Engine Далее будем вызывать функцию члена класса U-Object, которая называется CreateDefaultSubObject Внутри конструктора PlayerAvatar Обо всем по порядку Для начала необходимо прикрепить и сделать камеру А еще не забудь подписаться на Telegram Вот тут-то и потребуется CreateDefaultSubObject Указываем тип возвращаемого значения U-SpringArmComponent И внутри в аргументах задаем текст SpringArm Это визуальное отображение Прикрепляем SpringArmComponent к корневому компоненту текущего эктора Вращение камеры отключаем с помощью SetUsingAbsoluteRotation Длину SpringArm Пружины можно взять стандартную, а можно сделать поменьше В данном случае TargetArmLength будет отличаться от стандартной И будет равна 900 единицам SetRelativeRotation задает относительный поворот компонента относительно родительского объекта DoCollisionTest в значении False удаляет проверку коллизий именно у компонента SpringArm Никто не хочет, чтобы крепеж камеры застревал Камеру создаем аналогичным образом, но в упрощенном виде Теперь нам нужно прикрепить с помощью SetUpAttachment камеру К SpringArmComponent по названию сокета UsePawnControlRotation в значении False подразумевает, что вращение камеры Компонент не контролируется пешкой Которая владеет данной камерой В данном случае это персонаж По умолчанию тик вызывается каждый кадр, каждый фрейм Так как наш персонаж нуждается в том, чтобы ориентироваться по направлению бега Поворот персонажа не должен контролироваться игроком Выставим следующие флаги У контроллера необходимо выключить Rotation, Pitch, Yaw и Roll В литературе по стандарту это называется Tangash, Pitch, Yaw, Riscane и Roll Это крен И наконец необходимо будет задать компонент движения персонажа MovementComponent должен управлять поворотом персонажа в направлении текущего движения А скорость поворота будет составлять 640 градусов вокруг оси Y В то же время согласитесь, что персонаж должен быть прикреплен Каким-то образом к поверхности В данном случае это горизонтальная плоскость Для этих целей в Unreal Engine есть два булевых параметра Как раз у Character Movement Они называются Constrain to Plane Прикрепить к плоскости И Snap to Plane at Start Это значит, что персонаж будет как бы приклеен к плоскости в начале игры Или симуляции Зная это, получаем передвижение персонажа с помощью функции Get Character Movement Помогаем персонажу ориентироваться в направлении движения с помощью флага Orient Rotation to Movement Это нужно для поворота Задаем частоту поворота Rotation Rate 640 градусов вокруг оси Y Делаем привязку к плоскости Constrain to Plane И прикрепляем персонажа к этой плоскости Snap to Plane at Start Оба этих флага выставляем в значение True Настоятельно рекомендую прочесть мою последнюю книгу Advanced Multiplayer Game Development with Unreal Engine 5 Посмотри в описании, можно приобрести и загрузить сразу же на читалку электронных книг Очень удобно Оставлю ссылку в описании Далее перетаскиваем модель, подготовленную дизайнерами, в окно Content Данную модель можно найти в материалах к интенсиву по ссылке в описании За вас уже подготовлены все ресурсы анимаций Нужно только в редких случаях добавить текстуры к материалу Это делается вот таким образом Подключается Normal и Base Color Вот и модель готова Альтернативно можно перенести попросту все папочки, которые находятся в Characters В итоге Unreal Engine сможет подгрузить все необходимые ресурсы А вот что делать, когда необходимо как-то использовать этого персонажа в нашем Game Mode В принципе и это возможно Представьте себе ситуацию, когда можно задавать по умолчанию Game Mode напрямую из кода Для этого идем в Edit, Project Settings, Maps and Modes И смотрим, что у нас есть У нас есть Default Game Mode и Selected Game Mode Видим, что у нас PlayerController класс TopDownPlayer Это стандартный контроллер из пресета Но мы же хотим использовать свой И вот тут дилемма возникает Это дело нельзя редактировать в Editor Именно потому, что мы используем проект на C++ Для того, чтобы решить эту дилемму Необходимо захардкодить Использование Blueprint персонажа и контроллера Делается это именно в файле Project Sleek Game Mode Видим, у нас получается PlayerPawnBP класс Попросту предоставлением прямого пути до Blueprint Мы можем этим воспользоваться Но придется пересобрать проект и перезапустить Unreal Editor Чтобы все корректно работало И не один раз Начнем с создания непосредственно PlayerAvatar Наследуемся от класса C++ И создаем Blueprint, который называется BP PlayerAvatar Он расположен в папке Project Sleek Core Внимание! Отнеситесь внимательно к этому шагу Необходимо указать путь именно в таком виде Game, название папки внутри Content И далее путь аналогичный тому, что есть в редакторе Unreal Editor После чего необходимо Во-первых, закрыть Editor Во-вторых, пересобрать код C++ То есть необходимо пересобрать solution Это делается только при закрытом Unreal Editor Как можно пересобрать проект? Во-первых, Generate Visual Studio Files Это один из способов Второй способ это непосредственно собрать через Build Build Project Sleek в данном случае Нажав Ctrl плюс B Внутри Visual Studio Когда все успешно соберется и не будет ошибок Вы сможете увидеть, что в Game Mode появится BP PlayerAvatar Именно в Default Pwn Class Но вот ведь незадача Теперь игрока почему-то нет Давайте исправим отсутствие модели и анимации у нашего PlayerAvatar Для этого необходимо указать Mesh Выбираем Mesh, который называется SKM Hero Skeletal Mesh Далее нам необходимо будет создать blueprint анимации Мы частично в коде задали анимацию Теперь можем это использовать для обработки состоянии Смотрим, что модель подгрузилась, но она направлена не туда Для этого можно высоту в Location Transform по оси Z указать минус 90 И поворот по оси Z минус 90, чтобы ориентировать персонажа по направлению стрелки Arrow Component Еще раз попробуем запустить проект И у нас все работает За исключением анимаций Но персонаж подгрузился и даже поворачивается в направлении клика мыши Настало время подумать, как работать с анимациями Состояние анимации можно хранить в коде C++ Для этого создаем новый C++ класс и наследуемся от AnimationInstance Это родительский класс анимации Который можно впоследствии использовать в Animation Blueprint Давайте назовем данный AnimationInstance Следующим образом Допустим, PlayerAvatarAnimInstance И далее посмотрим, какие состояния анимации хотелось бы видеть в таком проекте И как их описывать с помощью перечислений Перезагружаем модифицированный код Проект автоматически обновляется У состояния игрока будет 4 разных варианта Перемещение, Locomotion, Attack, Hit и Die Познакомимся с новым макросом, который называется Enum, перечисление Модификатор BlueprintType говорит, что данное перечисление будет дружелюбно для блупринтов Мы можем его использовать в блупринтах Используем тип uInteger8, чтобы сказать компилятору Зарезервировать только 8 бит или 1 байт для хранения значений В ином случае компилятор будет использовать 32 бита, аж 4 байта Префикс i перед PlayerState говорит, что это Тип данных перечислений Enumeration Теперь нам необходимо хранить скорость и состояние анимации Скорость перемещения персонажа в данном случае Для этого объявим новую property Новое свойство данного класса Которое можно будет редактировать везде Также ставим спецификатор BlueprintReadWrite И задаем опциональную категорию, чтобы можно было видеть в параметрах данного блупринта Уже в редакторе Как мы видим, скорость это переменная типа float И самое главное, посмотрим как хранить состояние Для этого нужно объявить переменную типа i PlayerState И обзовем ее state Также можно задать новую функцию, которая будет называться onStateAnimationEnds Которая будет энкапсулировать смену переменной state, когда заканчивается анимация Например, заканчивается анимация атаки, нужно будет переключить state И так далее Несмотря на то, что переменная state видна из блупринтов и может напрямую задаваться внутри них Для наглядности разберем пример функции, которая применяется со спецификатором BlueprintCallable В некоторых случаях написание C++ кода более эффективно, чем создание спагетти блупринтов Включаем заголовок PlayerAvatar в файл PlayerAvatarAnimInstance.c++ Посмотрим, как можно менять состояние Во-первых, когда мы начинаем атаку, мы можем поменять состояние в состояние Locomotion Атака завершилась, мы переходим к состоянию перемещения Далее можно обработать состояние удара Допустим, персонаж получает какой-то урон Нам нужно переключить состояние в состояние отображения, допустим, смерти То есть анимации смерти Либо переключить далее персонажа в состояние перемещения Для выбора состояния переключения анимации смерти или перемещения можно проверить количество жизни персонажа Для начала давайте получим самого персонажа Для этого нужно сделать привидение с помощью Cast Получаем владельца данного эктора и проверяем является ли владелец данного эктора PlayerAvatar После чего получаем керактора Теперь, когда у нас состояние получил урон Hit Персонаж получил урон Проверяем, если у персонажа жизни больше нуля Вызываем функцию Get Health Points То можем продолжать движение дальше State в состоянии Locomotion Нежели у нашего персонажа не осталось жизни Можно переключить анимацию на анимацию смерти То есть состояние PlayerState Die И далее уже в следующих главах разберемся, что делать, если состояние персонажа Die Нужно будет добавить здесь некоторый код Для обработки именно состояния смерти Возможно стоит, например, удалить эктора Или каким-то образом проиграть звук После того, как мы сделали полностью класс PlayerAvatarAnimationInstance Можно перейти к следующему этапу Создание анимейшн блупринта Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в удобной папке И создаем анимейшн блупринт на основе Во-первых, скелетона ScaleHeroSkeleton И во-вторых, необходимо выбрать родительский класс ParentClass Здесь выбираем PlayerAvatarAnimationInstance Таким образом, данный блупринт будет наследовать все, что мы сделали в C++ коде Нас интересует непосредственно состояние Наш перечисление, Enumeration А также переменная скорости Ее сейчас не видно в блупринте Так же, как и состояние State Хочу заметить, мы используем BlendSpace Для перехода состояния персонажа от ходьбы к бегу И задание соответствующей анимации Данный BlendSpace уже подготовлен Вы не волнуйтесь Все есть в материалах к данному проекту Теперь делаем простую машину состояний StateMachine Подключаем в OutputPose Выход из StateMachine Помним, что у нас есть всего 4 состояния Первое, Locomotion Мы полностью отражаем то, что мы сделали в C++ Внутри StateMachine Далее у нас будет Attack Hit и Die Соответственно, внутри каждой машины состояния Необходимо будет подключить соответствующие анимации Для воспроизведения После чего мы перейдем к созданию переходных состояний TransitionState Это вот эти стрелочки, которые вы подключаете между StateMachine Это условия для перехода в одно состояние или возврата в предыдущее состояние Итак, давайте посмотрим, как использовать BlendSpace Поискав немного в поиске, можно заметить, что BlendSpace, который у нас предварительно сделан, не появляется в окне поиска Поэтому перетягиваем BlendSpace из соответствующей папки внутрь Блупринта Видим, что необходимо добавить Speed Где же взять эту переменную? Она у нас оказывается внутри C++ кода И она доступна в поиске Ищем GetSpeed И подключаем скорость Компилируем, сохраняем И у нас Unreal Editor ругается, что мы не задали Во-первых, все состояния, все позы Для этого нам необходимо перетащить предварительно подготовленные анимации Соответствующие определенным состояниям Атака Соответственно, реакция на удар Состояние смерти И, соответственно, наша локомоция или перемещение Задается отдельно в зависимости от переменной Speed Как же использовать наше собственное состояние? Во-первых, его надо получить из кода C++ Ищем GetState Далее можно сравнивать состояние Например, проверять, является ли текущее состояние локомоушен И в зависимости от этого переключать переход Легко и просто можно связать Blueprint и код C++ для анимаций Давайте проделаем аналогичные шаги для оставшихся переходных состояний Далее вы можете уже, согласно своей задумке, сделать какие-то другие состояния State Machine и переходы между ними В простом случае у нас будет что-то похожее на то, что вы видите на экране Опять же, это не идеальная реализация И в более сложных случаях нужно будет прорабатывать всю архитектуру состояния и переходов В этом плане Unreal Engine может легко запутать Иногда эффективнее написать код Полезная информация? Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и отправляй видео другу Больше просмотров, более качественный контент Осталось синхронизировать скорость движения персонажа и подстраивать анимации Под эту скорость Первое получаем из Skeletal Mesh'а у персонажа Animation Instance И приводим данное Instance к PlayerAvatarAnimationInstance Именно к указателю на класс Затем результат будем присваивать переменные PlayerAvatarAnimInstance Далее прочитаем переменную velocity из компонента MovementComponent Который прикреплен к персонажу по умолчанию И в конце концов будем вычислять вектор velocity, вектор скорости, его длину И присваивать значение переменной скорости, speed, у PlayerAvatarAnimationInstance В конечном счете вы сможете контролировать персонажа У него будут анимации и скорость анимации будет зависеть от скорости движения персонажа Такой подход свойственен крупным проектам На этом прервемся Надеюсь вдохновились этим видео Если это так, ставьте лайк и благодарю за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok